Субтитры создавал DimaTorzok День памяти святых апостолов Петра и Павла отмечается 12 июля по новому стилю. Он назван в честь учеников Христа, проповедовавших христианство по всему миру. О событиях в жизни Петра и Павла рассказывают деяния святых апостолов. Послание апостола Павла, а также апокрифическая литература. Интересно, что апостол Петр упоминается только в первой части книги «Деяния апостолов» с 1 по 15 главу. В следующих главах рассказывается о миссионерской деятельности апостола Павла, а упоминания о Петре в них совсем нет. Оба апостола приняли мученическую кончину в Риме при императоре Нероне. Общего мнения об их смерти у историков нет. Автор сборника «Житий святых» Четь Еминеи Дмитрий Ростовский считает, что они были казнены либо в один день, либо с разницей ровно в один год. Согласно христианскому вероучению, апостол Петр был ближайшим учеником Иисуса Христа. Именно он находился на горе Фавор и видел преображение Господне. А после воскресения Иисуса Христа Петр ревностно проповедует его учение и возглавляет первую христианскую общину. За эту деятельность его распяли на кресте вниз головой. Павел не был учеником Христа во время земной жизни последнего. Саввел, имя апостола до обращения в христианство, участвовал в преследованиях первых христиан. После введения на пути в Дамаск голос Христа, Саввел стал проповедником христианства. Он основал христианские церкви в Сирии, Малой Азии, Македонии, Греции, Римской империи и написал 14 посланий, которые включены в Новый Завет. Апостол Павел, как римский гражданин, был обезглавлен. В 324 году в Риме и Константинополе появились первые храмы в честь Петра и Павла. С тех пор праздник стал отмечаться более широко. Само же появление праздника связывается с днем перенесения их мощи в Риме, которое состоялось как раз 12 июля, 29 июня по старому стилю, 258 года. Поэтому православные отмечают этот день 12 июля, а католики 29 июня по юлианскому календарю, Дню Петра и Павла предшествует пост, который называется Апостольский. 12 июля – День памяти апостолов, уже праздничный, не постный день, исключение, когда праздник выпадает на среду или пятницу. На Руси Петров день был календарной границей года. Начиналась подготовка к осени. Крестьяне после Петрова дня не заготавливали травы, заканчивали купальские празднования макушки лета. Начиналась подготовка к сенокосу. Традиции и обряды славян на Петров день были связаны с обычаями поклонения солнцу, костры, встреча восхода солнца, игры в свадьбу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok